Так, номинал 25 копеек, очень хороший номинал, монета вышла из обращения, погодовку рассмотрим, всё, погнали! Мы начинаем рассматривать 25 копеек 92 года, очень сложный год в принципе для всех номиналов. Украина, 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 Украина. Так, это интересный брак, мы наверное, ну не брак, разновидность, мы отложим. Я перебрал вот такой мешочек, мешочек, здесь было зафасовано всего 500 монет, и я выловил из 500 монет 78 92 года. Да, вот так, это где-то 15% из всех монет этого номинала в обороте. Что тут, что такое важное, интересное вообще для этого номинала? Первая монета, которая была очеканена на Луганском станкостроительном заводе, была именно 25 копеек, именно этот номинал. И был он осенью 92 года очеканен, это может быть был даже сентябрь-октябрь. Также в литературе, официальном источнике, миллиардная монета в 94 году была именно 25 копеек. У нее очень такой своеобразный дизайн, мне всегда нравился вот эти вот, вот эти цифры. С детства помню, когда в 96 году прошла денежная реформа, они попали в оборот, выпустили в оборот украинские деньги. Украинские, правильно. Монеты попали в обращение, были выпущены в 96 году, после того, как приняли Конституцию Украины, и осенью сразу была начата денежная реформа Кучмой. Здесь очень много разных разновидностей. Здесь видов Аверса, значит, типов или разновидностей Аверсов 5, как минимум 5. Но в основном попадается 3 в обороте. Разновидностей Реверсов 6. Но в основном попадается где-то 4. Если брать сочетание Аверс-Реверс, то где-то 18 разновидностей. Если брать сочетание Аверс, Реверс и Гурт, то где-то даже 20-21. Преимущественно мелкий и выпуклый, но тоже мелкий. Если вам попадется Гурт с крупной насечкой, вам просто повезет. Вам тупо повезет. Вот он весь мелкий и выпуклый. Ну, почти весь выпуклый. Тут есть и не выпуклый. Вот даже с горяча взял целую пачку. Вот все, выпуклый Гурт мелкий. Вот, предлагаю основные характеристики вам пробежаться. Диаметр почти 21 мм. Масса 2,9 мм. Гурт приорез, торубчатый, мелкий в основном. Материал латунь, ширина 1,25 мм. Очеканил монету. Луганский станкостроительный завод имени Ленина. Если быть точным, там цех номер 40. Что я хочу вам показать? Интересный брак. Вот, смотрим, интересный брак попался. Мне просто повезло. Вот так поворачиваем. И видим здесь почти 180 градусов поворот. Это вообще сказка. Существует 5 видов аверса. Это штемпель 1, штемпель 2, штемпель 3, 4 и 5. Чаще всего это первые 3. Четвертый это английский чекан. Пятый очень маленький тираж. Выполнен штемпельной парой, по-моему, изготовленной уже в Луганске. Значит, первая разновидность штампа. Трезубец выпуклый, средний зуб идет с утолщением. В верхней части листья плоские, расположены в разных плоскостях. Единица даты с хвостиком. Это основной видимый признак. Второй тоже вам попадется, как и первый. Трезубец выпуклый, средний зуб трезубца узкий идет. Листья рельефные, расположены в разных плоскостях. Единица даты уже ровная. Третий тоже вам может попасться. Средний зуб трезубца, он закругленный, идет толстый. Листья расположены, вот эти дубовые, в одной плоскости. Единица даты тоже ровная. Шрифт в слове «Украина» тонкий. И с правой стороны второго колоса идет четыре зерна. Четвертый тип штампа. Это английский чекан, в кавычках. То есть, его не в Англии чеканили, его чеканили в Луганске. После штемпельной парами изготовлены в Англии. Щит выпуклый и трезубец вдавленный. Это была ошибка не в Англии сделана, это Нацбанк прислал неверный эскиз. Поэтому так и получилось. И пятый тип штампа. Это средний зуб трезубца закругленный, толстые. Листья плоские, расположены в одной плоскости. Шрифт в слове «Украина» тонкий. Внизу хвостик примыкает к букве «Н». Или упирается в буква «Н». И с правой стороны второго колоса три зерна. И небольшой тираж. Вы увидите, что у него очень плохой рельеф. Теперь я хотел бы затронуть виды реверсов. 25 копеек. Значит, известно, как я говорил, шесть разновидностей реверсов. Это АА, БА, БВ, ВА, ГА и ДА. Последние две это редкие. Даже очень редкие. Значит, всего вы найдете в обороте где-то первые четыре разновидности реверса. Первый АА. Он самый популярный. Итальянскими штемпелями был очеканен. Значит, основные особенности штемпеля АА. Ягоды крупные. Шрифт тоже крупный, широкий. Гроздь номер два имеет форму прямоугольного треугольника. Что я здесь хочу сказать. Этот вид реверса попадается на пяти разновидностях монеты. То есть, в сочетании с гуртом, с реверсом. Идет сочетание. Вот так, где-то на пяти разновидностях попадается этот реверс. Следующий штамп это БА. Тоже попадается на пяти разновидностях. Значит, здесь есть вариации, когда реверс был луганским, очеканен штемпелем, а аверс итальянским. Второй штамп это в гроздях номер семь и восемь. Черенок примыкает к ягоде. Вторая, едва видимая правда, это правый отросток листа. Между гроздями один и два он идет широкий. Если вы две разновидности рядом положите, тогда вы увидите разницу. Это едва виден, если честно. Следующий вид штампа это БВ. В гроздях семь и восемь. Черенок не примыкает к ягоде. Правый отросток листа здесь уже между гроздями узкий. Между гроздями один и два. Он узкий. И попадается он всего на двух разновидностях в сочетании аверса. На двух разновидностях. Четвертый вид реверса. В.А. Ягоды крупные, с дырочками. Шрифт тонкий, рельефный. Правая ягода грозди номер пять. Под центром буквы П. Это прямо видно. И здесь в четвертой грозди вот эти ягодки, они идут немножко с поворотом. Почему появились бублики? Это как бы, вероятно, самый первый вид штампа, который вырезался. И вот эти дырочки, это след от фрезы, которые фрезеровались вот эти ягоды. Но потом на инструменте убрали вот эту краешек фрезы, и уже дырочек не было. Дырочка это след фрезы. Вот и все. Вот почему появилось. Дальше. Редкий или очень редкий вид реверса. Это Г.А. Он существует или есть на двух разновидностях. В чем его особенности? Г.А. Этого штемпеля. Ягоды мелкие, шрифт средней ширины. Рельефный. У гроздей номер четыре и восемь. Черенки вообще отсутствуют. Это прямо сильно видно. Правая ягода гроздей номер пять. Под центром буквы П. И последний вид очень редкого реверса. Это Д.А. Он существует лишь на одной разновидности. В чем отличие? Значит, ягоды крупные, слипшиеся. Шрифт широкий, рельефный. Гроздь номер два имеет форму тупоугольного треугольника. Как и у многих, кстати. И правая ягода гроздей номер пять под левой стойкой буквы П. Качество, наверное, оставляло желать лучшим. Мы не очень большой тираж сделали. И так и получилось. Я здесь перебрал же все разновидности. Какие мне попались? Как я и говорил, это первые виды аверса. Три вида мне попались. И все почти монеты обычные. Значит, монеты мне пришли. Вот этот мешочек, он пришел мне из Киева. Запечатан он был в 2016 году. Первый вид штампа. У меня попалось 58 монет. Второй вид штампа 10 монет. И третий вид штампа 2 монеты. Из них, значит, это все обычные. Значит, 1.1 ААВ 48. 1.2 ААВ 10 монет. Штемпель 2 БАМ 10 монет. Тоже немного. И вот относительно нечастый. Третий штампа 3 БАМ. Кстати, вот он. Почему-то 2 монеты. Значит, он относительно нечастый. В правой, значит, смотрим на зерна. В правой части колоска 4 зерна. Одно из отличий. Потом слово Украина тонкий. И герб сам широкий, сглаженный. Средний зуб 3 зубца, он широкий, толстый, сглаженный. И вот он третий. И БАМ это означает, это означает. Значит, черенки гроздям 7 и 8 примыкают к ягодам. Это раз. И вот этот листок между гроздями 1 и 2. Он у меня толстый, походу. Да. Ну, скажем так, относительно нечастая, стоит где-то гривен 20. Поскольку их уже изъяли за обороты, то все. То есть, уже будет разновидности дорожать, но не быстро. Вот такие вот особенности. Эти монеты уже, даже если выслез обращение, автоматы их не принимают. Я могу просто килограммами их продать. О, небольшой технологический. Да, это в пределах нормы, смотрим. Вот, смотрите. В пределах нормы это считается. В пределах технологичного. Это где-то так 10 градусов. Так, плюс-минус. Переходим дальше в 94-й год. Ну что, мы можем продолжить. 94-й год 25 копеек. Так, к сожалению, всего 5 монет. 5 монет, 5 монет. Вот они, раз, два, три, пять. Так, что можно сказать? Год нечастый, в принципе. Нечастый, так? Так, соответственно, и разновидности, которые есть, они тоже считаются нечастыми. По поводу аверсов. Аверсов известно нам, нумизматам, один всего. Вот он. Аверс нам известен один вид, один тип, скажем так, это. Вот он, один. А реверсов известно... Реверсов известно 4. И даже два вида гурта. Но у меня здесь всего один, к сожалению. Если так посмотреть, вот так. Есть крупный гурт и мелкий. Ну, с мелкой насечкой и с крупной насечкой. Здесь мелкая. Технические характеристики. Это латунь. В 94-м году был тираж 80 миллионов. Масса 2,9. Диаметр почти 21 миллиметр. Материал не магнитится. На всякий случай. Не магнит. Все, они все не магнитные. Нам известно виды реверсов 4. АА, БА, ББ и БВ. АА означает ягоды на реверсе крупные. Шрифт широкий. Плоский. Гроздь номер 2 имеет форму прямоугольного треугольника. БА. Гроздь здесь уже тупоугольный треугольник. В гроздях номер 7 и 8 черенок примыкает к ягоде. Правый отросток листа между гроздями 1 и 2. Он идет широкий. Это БА. ББ означает, когда черенок 7 и 8 не примыкает к ягоде. Ну, к гроздям. И правый отросток листа между гроздями тоже широкий. Между 1 и 2. Дальше. Разновидность БВ. В гроздях номер 7 и 8 черенок не примыкает к ягодам. Правый отросток листа между гроздями 1 и 2 узкий. К сожалению, мне попались все разновидности БВ. Вот что он означает. Значит, черенки не примыкают к ягодям. И отросток у меня широкий. Это все штемпель 1БВМ. Все 5. Вот на ваших экранах все разновидности. Если вам удастся купить гривен за 100 монету в состоянии ансея, это будет вообще вам повезет. Потому что в ансея уже нету. Они все в плохом состоянии попадаются. У меня предчувствие, что мешочек перебирали давно до меня. Изъяли много из оборота. Значит, что было в этом году в 1994? Они еще лежали на складах, вот эти монеты. Еще не было денежной реформы. Они не вышли в обращение и так далее. Их потом чистили химическим способом или чем, не помню. Точнее, не знаю. Наборных не было, как я и говорил. Дальше. Если вам удастся, если вы увидите в интернете из меди эту монету, не родной металль якобы из меди, не покупайте ее за дорого. Ну, дешево можете ради эксперимента, потому что, скорее всего, это подделка. А настоящие пробные или там заказухи, они очень редкие, они находятся в частных коллекциях и вряд ли не так просто продадутся. Я не видел их на проходах. Только где-то в какую-то фотографию и все. Наборных в этом году не было, так что идемте дальше. Так. Так, мы продолжаем следующий год, 95-й. Обратите внимание, ноль вообще. Этот год считается очень редким. Да, друзья. Тут заговорить нечего, конечно. Что я могу сказать? Это, в принципе, редкость такая же, как и советская монета военного периода, 15 копеек 42-го года, 10 копеек 42-го года. Такая же редкость у нее. Не я один не могу найти эту монету так просто в обороте, но она была в обороте. В 90-е годы, в нулевые годы ее находили. Технические характеристики у этой монеты стандартные. Диаметр, это латунь, материал, толщина 1,3. Пристарубчатый гурт, он мелкий. Значит, тираж. Тираж неизвестен, но из неофициальных источников это где-то от 15 до 25 тысяч экземпляров. Это могло означать лишь одно, что монету планировали для набора, изготовить для наборов, но сами наборы еще не сделал никто. Ни Назбанк, ни в Луганске ее не сделал. На монету Чеканере на луганском станкостроительном заводе имени Ленина У нее есть один аверс и один реверс. Вроде бы есть два вида гурта, но описывается в каталоге коломийца, что это пробная, заказная и так далее. Мы ее не рассматриваем. Все монеты в интернете, которые продаются, они идут с мелким гуртом. И всего один вид. Всего одна разновидность, это штемпель 1BVM. Тираж здесь, как я и говорил, очень маленький. И значит, я вам советую купить хотя бы одну, чтобы сохран был сносный верифайн плюс, XF минус. И чтобы хотя бы полежало года два, тогда она вырастет сильно в цене. Обратите внимание, вот в интернете цены. Можно купить за 2200, за 2400 тысячи гривен. Ну то есть она очень медленно, но будет дорожать. Их действительно мало в анце вообще, как я в продаже, не вижу. Все, друзья, следующий год, идем дальше. Вот, в моих руках 96-й год. Я выловил 4 монеты из 500 штук. 96-го года. К сожалению, год нечастый. И здесь есть разновидности. Если они попадутся, тем более они будут нечастые. Тем более. У нее технические характеристики те же. В предыдущих годах диаметр, масса. Тираж 38 миллионов экземпляров. То есть, в принципе, это ниже среднего, поэтому они это нечастые. Чеканил ее. Луганский станкостроительный завод имени Ленина. Имеется, известно нам нумизматам, один вид аверса. Вот он один, вот он и есть один. Давайте поближе посмотрим. Один вид аверса. Два вида гурта. Два вида гурта. У меня здесь всего один из всех четырех. И два вида реверса. У меня, к сожалению, только один попал. Значит, вида реверса. Вот они, два вида реверса. Это ББ и БВ. Какие разновидности. И мне попалось только четыре монеты одной разновидности. Это штемпель 1ББМ. Но у меня, как видите, везде у меня мелкий гурт с мелкими насечками. Преревисто-рубчатый. Значит, этот год был хороший. 96-й. В этом году они вышли в обращение. Второй президент Украины Леонид Кучева провел денежную реформу. В этом же году была принята Конституция. И вот деньги появились в обращении. В 96-м. В этом же году были попозже, чуть-чуть, нацбанком изготовленные монеты в наборах. Это всего около 5000 экземпляров этих наборов. И в двух вариантах. Одна в термовакуумной пленке, другая в нормальной упаковке, более подороже. И сейчас их очень тяжело купить. Конечно, есть по отдельности. Значит, хулиганки, заказухи, пробные. Я не буду рассматривать, даже описывать их варианты исполнения реверса. Просто не стоит. Я их просто не видел. Если вам попадется какая-то медная или якобы алюминиевая никель, они не стоят покупать, потому что, вероятно, это подделка. А настоящие заказные, пробные, ну пробные, настоящие, их было очень мало, и они находятся в частных коллекциях. В 2001 году мы продолжаем. В этом году регулярного чекана не было. В 1997, значит, предыстория следующая. В 1997 году, во второй половине года, производство из Луганства переехало в Киев. Там они начали строить монетный двор. И уже официально с 1998 года в Киеве появился первый монетный двор Украины. Потому что в Луганске был неофициально. То есть не был признан официально, так как оно базовое предприятие было признано. Далее, регулярного чекана не было, но были наборы. Выпущены монеты для наборов. Запускалось постепенно производство. Где-то 5000 экземпляров выпустили этих монет. Я думаю, вот этих вот наборов меньше 5000 реально. Потому что стоит они, как видите, недешево. Значит, характеристики. В этом году поменялся металл. Сейчас у нас алюминиевая бронза. Диаметр все тот же. 21 почти. Масса тоже 2,9. Все повторяется. Горд при рейсе рубчатый. Вариант исполнения аверса и реверса 1,1. То есть одна пара чеканевая. Получается у нас штемпель 1,1. Е, А, М. Да, вот в этом году, кстати, появилась первая монограмма монетного двора Украины. Она на аверсе расположена. Отдельно такую монету можно купить за 2000 гривен. То есть она не дешевая. Да, дорогая. А сам набор еще больше стоит. Грош номер 2 имеет форму тупоугольного треугольника. Грозди номер 5 черенок подходит к первой ягоде слева. Правая ягода грозди номер 5 под левой стойкой буквы П находится под словом копеек. И она немножко приподнята к цифрам номинала. Все, в принципе, это основное ее отличие. Ну и, естественно, венок, он удален от канта чуть-чуть. Едва это видно, только в сравнении. Да, год интересный, но недорогая. Идемте дальше. Друзья, продолжаем 2003 год. 25 копеек. Итак, у нас материал продолжается, как в 2001 году. Алюминиевая бронза. Характеристики все те же. Диаметр тот же. Выпустил монету Национальный банк Украины. То есть это банкнот на монетный двор. На этих монетах на аверсе уже есть монограмма. То есть клише или товарный знак. Значит, монеты предполагались для набора. Чтобы они были выпущены наборы и выпустить наборы. Но у нас с банка что-то там не сошлось, не получилось. И в наборах я так и не видел. То есть их не было, этих наборов. Хотя кто говорит из блогеров, кто там рассказывает, что вот она. Она наборная. Она не наборная. Качество у нее хорошее, да. Но это не Proof, не Proof-like, не Brilliant Uncirculate или еще как-то. Я уверен, что монета инвестиционная. Цена сейчас на нее стартует 2000 гривен. Штемпельная пара была одна всего. Это разновидность штемпель. Ну, то есть и по этому разновидность. Одна штемпель это 1ЕАМ. Конечно, я тот период не застал. Я не особо помню, была ли она в обороте. Но рассказывают, что в обороте была ее вылавливали. Судя по чужим фотографиям, люди же фотографируют эту монету. Видно, что какие-то потертости, разводы. То есть монета была в обороте, но короткий период. Поэтому, если хотите ее заиметь, просто купите. Вам придется год ждать, чтобы более выгодно перепродать. И я бы хотел поговорить о такой редкой монете, которая интересная история. 25 копеек 2004 года. Она интересна тем, что она появилась только у коллекционеров. Ну, или как бы в обращении в 2019 году. Что она делала 15 лет в хранилищах. Или что было за этот период, пока что непонятно. Монету я могу только рассуждать. Потому что знаю я не так много. Очень много информации секретная у нас с банка. Поэтому мы можем только догадываться. Итак, монета, скорее всего, предполагалась для наборов. Потому что наборов нет у 2004 года. Тираж у этой монеты около 5000 экземпляров. То есть монет, да. Это тогда получается 100 роллов. И вроде бы эти 100 роллов Ощадбанк. Ну, сберегательный банк. Он их распространял среди населения. Но первыми, конечно, узнали об этом коллекционеры. Сейчас за нее просят, за монету 2004 года, 25 копеек. Минимум 575 гривен в состоянии about uncirculated. То есть почти мешковая. Значит, в каталогах коломийца и других она отсутствует. Вообще, в то время она отсутствовала. Эта монета, ее нет в каталогах. Тогда она не появлялась. Очень сложно сказать, как она могла появиться. Она появилась, эта монета, вместе с номиналом 50 копейками 2004 года. И выпустить ее могли только аж в конце года. А в конце года была оранжевая революция. Я помню тот период. Тогда поменяли главу Национального банка. То есть много чего произошло. Менялась власть 100%. Как эти монеты оказались долго в хранилище. Почему они пятыми не покрылись, мне непонятно. Обычно, если долго лежат, обязательно патина. Но учитывая то, что вот так вот они завернуты в целлофан. Еще правильно упакованы. Туда мог ни воздух не попадать, ни влага. В принципе, они очень хорошо сохранились за последние лет 15. То есть у меня вопросов много. У меня только догадки. Поэтому, судя по... Ну, видно, что это, по-моему, разновидность даже реверса ЕА. Да, тоже, как и прошлого года. Ну, такой штемпель был. И видно, что это продукт монетного двора. Ну, то есть 90% можно дать гарантию. В принципе, покупать можно. Но она... Ее много находится в руках коллекционеров. А рынок будет отрегулирован только где-то... После выхода, обычно 2 года проходит, рынок регулируется. И тогда монета уже стабилизируется в цене. И только где-то летом 2021 года можно ее потихонечку начинать покупать. Покупать. Она начинает исчезать. Она начинает портиться в руках коллекционеров. И тогда она начнет медленно расти. И то потом она должна у вас еще полежать годика... Ну, полтора, может быть. Тогда будет выгода однозначно. Ладно, мне сказать нечего. Идем дальше. Да, друзья, в 2005 году не было монет. И регулярных чекан ненаборных не было. Но зато есть 2006. Итак. Это сюда, это сюда. 2006 год. 25 копеек. Что я хочу сказать. В этом году был уже массовый чекан. Производство наладили в Киеве. Появились разновидности. Здесь есть, значит, по разновидности. Давайте по характеристикам расскажу. Быстро, быстро, быстро. Значит, не менялся материал. Это алюминиевая бронза. Тот же масса. Тот же диаметр, ширина. Разновидности. Разновидность, значит, всего их три. А, тираж 80 миллионов. Да. Разновидности всего три. Это два вида Аверса. Вот этих вот два вида Аверса. Это у меня первый в руках. По-любому. Один вид реверса. Один вид реверса. Да, то есть, это ЕА. Ой, брешу. Это вид реверса ЕБ. То есть, это когда венок приближен к Анту. По-моему, так. Два разновидности гурта. Здесь давайте гурт посмотрю с вами вместе. То есть, гурт мелкий выпуклый и гурт мелкий обычный. То есть, невыпуклый. Ну, где-то попадались и те, и те. Что тут греха таить. Вместе с вами посмотрим. Ну, справа первый. Они идут не выпуклый. А где-то тут есть. Блин, надо ещё внимательно смотреть. Крутить. Тогда видно будет. По-моему, слева второй. Это выпуклый гурт. Ну, Е2 видно. Это надо вообще, вообще, сматриваться. Короче, выпуклый гурт точно есть. Там просто мало времени на всё про всё. Хорошо. Что мне попалось? Значит, какие бывают разновидности? Их всего 4 штемпель. 1 ЕБМ. 1 ЕБВ. То есть, гурт выпуклый. И штемпель 2 ЕБМ. То есть, у нас 3 вида разновидностей. Всё. Вот я тут для сравнения вам... Сейчас покажу. Самая дальняя монета – это первый вид. А самая поближе – это второй штемпель. Да, еле видно. Даже сам смотрю, еле всё это видно. И так, мне удалось выловить здесь 27 монет из 500 штук. То есть, тираж массовый. Это, в принципе, нормально. И первый вид разновидности штемпель 1, он часто встречаемый. А вот второй – это более нечасто. Не верьте никому, что это редчайшая монета. Нет, это нечастое встречаемость. 100% особенно учитывая тот факт, что монеты этого номинала уже изъяли с оборота. Да, то есть, они где-то и стоят в пределах 80 гривен, 65 гривен, 3 доллара, грубо говоря. Ну, в общем, в хорошем состоянии советую одну купить. Не так часто. Мне попало всего 2 из 27 монет. Попало всего 2. Так, так, что ещё сказать. С мелким гуртом и выпуклым гуртом где-то пополам. То есть, 1ЕБМ и 1ЕБВ пополам. Значит, где-то 12 там и 13 там. По поводу наборных монет. Наборных, в принципе, не было. Но вот эти вот, по-моему, 2-й штемпель, они пошли в наборы. Они там хорошего качества. Сам набор недорого стоит. Обратите внимание, что не очень дорого. То есть, можно легко купить. И поэтому спрос невысокий. Я не рекомендую покупать, чтобы заработать. Идём дальше. Ну что, можем продолжить дальше. 25 копеек 2007 года. Я выловил здесь 11 монет из 500 штук. В мешочке, который перебирал. Да, вот они все. Очень мало. Ну, относительно мало. Я бы не сказал, что это там сильно мало. Тираж средненький. Средненький, средненький. Так, что здесь особенного? Год скучный, в принципе. Что тут вообще рассматривать? Что? Ну, основные характеристики всё те же. Это алюминиевая бронза. Тираж 80 миллионов единства. Ну, это, в принципе, высший средний или средний. А, значит, одна разновидность существует. Это штемпель аверса и одна разновидность реверса. То есть, всего, в любом случае, одна. Штемпель аверса 1. А штемпель реверса это EB. То есть, это означает, что венок приближен к канту. Так. Вот. По характеристикам. EB. Реверс означает, что это венок, ягодки. Он приближен к канту. И изображение, по-моему, чуть побольше, чем у EA. Все гурки мелкие. Давайте ещё ближе. Вот, вот, ещё поближе. Вот, все гурки мелкие. Ни одного выпуклого. Это так понятно. Значит, состояние ANSEA монетка стоит 2 гривны. Если она Very Fine сохранит, то не номинал. Потому что она уже вышла из обращения. Где-то 1 гривна. То есть, сейчас улюминиевая бронза. Даже если собрать килограмм таких монет. Одна монета будет 1 гривну. Стоит только по цене металла. Так. Дальше. В этом году наборов не было. В 2007 году. Настбанк не выпускал наборы. Ну, может, где-то в блистере найдёте. Какая-то частная фирма закатала монеты 2007 года. Всё, скучный год. Идём дальше. Мы продолжаем. 2008 год. 25 копеек. Понятно, да? Я выловил здесь 40 монет из 500 штук. Это много. То есть, тираж большой. Тираж заявлен 80 миллионов. Это означает, что если 40 штук на 500 монет. Значит, 80 штук на 1000 монет. Вот две хорошие монетки. Одну из них можно оставить. Вот. 2008 год. В хорошем сохране попались. Не знаю. Две оставить себе или одну оставить. Ну, просто буквально хорошо выглядит. Алюминиевая бронза. Понятно. Диаметр тот же. Ширина та же. Гугур прерывиста рубчатый. Такой же, как у предыдущих годов. И у следующих будет тираж, я говорил, 80 миллионов. Есть наборная. Они чуть попозже. И разновидность только одна. Это штемпель 1ЕБМ. Тип чеканки с 2001 по 2013 год. Вот этот тип. И чеканил Национальный банк Украины. С повреждением попалась. Старая справа. Почему? Не знаю. Пока ее отложим. Ну, удар был. Может, заживало. Вот он. 2008 год. 25 копеек. Ну, год, в принципе, скучный. Единственное, есть наборные монеты. Выполненные. Хочу обратить внимание, что они были выполнены в качестве антипруф. Не пруф, а антипруф. Это когда матовое поле и зеркальный рельеф. Достаточно дорогая технология. Было выполнено ограниченным тиражом. Около 5000 экземпляров. Может быть, меньше. Потому что стоит достаточно дорого. Такой набор. Вот он на ваших экранах. Конечно, можно отдельную монету где-то купить. Которую изъяли из набора. И они продаются отдельно. Да, может быть и можно. Но лучше купить, конечно, набор. Если есть возможность. В принципе, других нет разновидностей. Антипруф. Мы идем дальше. 2009 год. 2009 год. 25 копеек. Итого я здесь выловил, дорогие товарищи, 54 монеты из 500 штук. Это считается огромным. Это почти 11% монет в обороте среди этого номинала. Очень много монет хорошего качества. Прямо ой-ой-ой. Так. Ну, кассовый аппарат. Или счетный аппарат. Пожевал. Вот. Керпу корейный. Я вам скажу так. Что разновидность аверса одна. Вот она вот такая. Дальше. Разновидность реверса тоже одна. Это штемпель EB. EB. Гурт мелкий у всех. Вот мелкий гурт. 2009 год 25 копеек. Он не выпуклый. 100%. То есть, обычно мелкий гурт где-то 16 насечек. Так. Оптовая цена. Она продается в роллок даже на одну монету. Сейчас даже без проблем уже в роллах купить. Одна монета вам обойдется где-то 1 гривну. Не номинал. Не номинал. 1 гривну. Обойдется даже если в роллок купите. Год скучный. Единственное, что не было наборных монет. Ну, какая-то частная компания выпускала наборы. Можно где-то увидеть в каком-то блистере термовакуумная пленка или как называется. Тираж у этой монеты большой. 80 миллионов, как я говорил. Но почему-то странно, что он 8 миллионов и так много монет. Потому что 2007 года пишут, что тоже 80 миллионов. Но монет в 4 раза меньше. То есть, по-любому есть какая-то погрешность большая. Но этих монет много. Год был кризисный. 2009 год. Несмотря на то, что материалы характеристики те же. Это алюминиевая бронза. Еще не начали выпускать на основе железа стальные монеты. Это не магнитная. Вот, смотрите. Не магнитная. Все, это не магнитная. Поэтому мировая тенденция идет к тому, что медь дорожает, алюминий дорожает. Все, идем дальше. Ну что, мы можем продолжить. 2010 год. 25 копеек. Так, я выловил здесь 23 монеты. Из 500 штук. Давайте взглянем, что у нас тут попалось. Вот. Покоцанная. Чем угодно. И улица, и счетным аппаратом. И какими-то тяжелыми предметами. Давайте в двух словах расскажу. Значит, это тип чеканки 2001-2014. Материал алюминиевая бронза. Характеристики повторяются. Диаметр почти 21 мм. И так далее, и так далее. Гурт прилист. Старубчатый тираж здесь неизвестен. Но неофициальные источники говорят, что где-то миллионов сто плюс-минус. Гурт у нас только мелкий. Мелкий-мелкая разновидность. Одна. Штемпель. Один. Е.Б.М. Сейчас быстренько взглянем. Есть ли у нас тут выпуклый гурт. Обычный. И следующая партия. Цена на такую монету, на такую монету в идеальном состоянии. Вот даже лучше, чем вот эта, наверное. Где у меня идеально? Вот. Это чуть-чуть из оборота. То есть супер-супер. Две гривны где-то. Монета уже изъята из обращения. В обращении нет. В роллах много продаются. Что означает штемпель Е.Б. Это когда изображение. Вот это изображение реверса. Оно. Винок с ягодками приближен к канту. Оно едва видно. В этом году официальных наборов не было. Насбанк не выпускал. Но зато выпускали частные фирмы зарегистрированные. Вот такие вот буклеты. То есть собранные наборы 2010 года. Так. В этом году что еще есть? Был интересный брак. Назывался глазок. Это вообще выкрашка штемпеля. Но ее именовали нумизматый глазок. Мне было само это интересно узнать. Вот. На ваших экранах. Цена небольшая. Но приятно. Смотреть на цифры 0. Из-за выкрашки образовался вот такая вот выемка. Похожа на глазок. Да. Давайте быстренько барак-поворот посмотрим. Нет. По нуля. Почти все ровные. Продолжаем. 2011 год. 20. Ой. Смешно. 25 копеек. Вот они. Вот они. Слава богу. Это тоже скучный год. Я выловил здесь 32 монеты. Из 500 штук в мешке. Банковском. Так. Монеты. Цена на них 1,5 гривны. Или может быть 2. Они даже в роллах продаются. То есть если в идеальном состоянии. А для нас с вами нумизматов. Конечно только в идеальном состоянии интересует. Характеристики у этой монеты. Все те же. Алюминиевая бронза металл. Диаметр почти 21. Гурт приливисто рубчатый. Что еще я хочу сказать. По разновидностям наверное вас интересует. Разновидности аверса 1. Разновидности реверса тоже 1. Все это. Штемпель вырезался. Повторялся. Прерывисто рубчатый. Как там любите писать. Сегментарно рифленый. Прерывисто рубчатый. Так проще говорить. То еще мое мнение. Я считаю немножко год недоизучен. Хотя... Хелена его знает. Может туда изучен. Очень мало информации. Мало кто занимался в 2011 году. Может быть здесь будет разновидность. Еще аверса попадется. Может быть расположение монограммы монетного двора. Вот этот. Наборные монеты были. Тираж 5 тысяч экземпляров. Насбанк выпустил. Так. Качество исполнения. Пруф лайк. Не путайте с пруфом или антипруф. То есть вот. Вот цена на эту. На этот набор. Я бы не сказал, что там она супер популярная. 2011 год. Ничем особо так не отличался. Ну, был примечательный чем-то. Да. Ладно. Давайте дальше. Следующий на очереди. 2012 год. 25 копеек. Раз. Так. Значит, монет здесь очень много. Я выловил из 500 штук здесь 48 монет. Это 9% из всех монет этого номинала в обращении. Это много. Но почему-то где-то говорят, что тираж был около 100 миллионов. Я думаю, чуть даже побольше. Единственное, я не знаю, какова эмиссия была этих монет. То есть выпуск в обращении. Лежат они на складе, не лежат. Или долго лежали. Сколько лет была эмиссия. Ладно, это не суть. Ну, тут особо смотреть нечего. Все повторяется. Масса 2,9. Диаметр почти 21. Толщина 1,35. Тираж, как я уже говорил, большой, но неизвестен точно. Национальный банк Украины провел конкурс среди детских рисунков. И победители получили возможность разместить... Ну, самый лучший рисунок детский был размещен на наборных буклетах. Именно наборных proof like в качестве исполнения. Где-то 10 тысяч экземпляров этих наборов. Цены умеренные, но спрос на них есть. Так, что еще? Вот эти монеты в роллах даже продаются. Цена на них сейчас, конечно, не номинал. Цены на... В каталоге игрок Коломитца уже не актуальны, потому что монета уже изъята из обращения. Не является платежным средством. Я думаю, где-то стоит 1 гривну сейчас. Штемпель, вроде бы, по согласно каталогу Коломитца, повторяется. 1 ЕБМ. Гурт прористорубчатый и он просто мелкий. Выпуклого нет. Я думаю, не изучены еще родновидности Аверса. Может быть, стоит проверить брак-поворот. Они есть незначительные. Тираж, потому что большой. Умеренную цену стоит, если поворот 180 градусов. 2013 год, 25 копеек. Очень-очень много монет, к сожалению. Я здесь выловил 67 монет из 500. Да, большой тираж. Это был последний год, когда монета была немагнитная из алюминиевой бронзы. Таков мировой рынок. Он диктует цены. Медь дорожает. Все дорожает. Алюминий дорожает. Поэтому давно уже чеканка себе стоимость подорожала. А ну-ка. Да. Кто-то решил. Ну, это не на монетном дворе. Это понятно. Другу понятно. Экспериментировались с этой монетой. Да, в центре видно травили. Вот по краям что-то не тронули. Год тоже скучный. Тираж неизвестен, но больше 100 миллионов. Алюминиевая бронза последний год. В этом году, 2013. Материал. Да. Масса 2,9 и так далее, и так далее. Гурт прерывисто рубчатый. Прерывисто рубчатый. Кстати, сейчас надо будет все проверить. Есть еще наборная в этом году. Да, есть наборная. Наборы выпускал Национальный банк Украины. К 15-летию монетного двора в Украине. Тираж был достаточно большой. 10 тысяч наборов. Ну, если она среди нумизматов распространяется, она долго распродается, дорожает и так далее. В принципе, поэтому он недорогой. Здесь 25 копеек в качестве исполнения Proof Like. Эти монеты даже есть в продаже. Разновидность вот этих монет в основном идет... Ну, не в основном, но тут всего одна. Учитывая каталог Игоря Коломица, это штемпель 1ЕБМ. И почему-то все, никаких разновидностей. Я думаю, дальше никто не изучал эти разновидности. Попадались какие-то браки. Здесь засор штемпеля я видел, раскол штемпеля не видел. Да, обычный. Мелкий. Так. Ребята, в конце видео будет облиться по статистике встречаемости. В описании есть содержание кликабельное. Вот, можете прокрутить и все посмотреть. Сколько чего. В общем, этих монет много еще в роллах. Если в ролле купить, где-то 1,5 гривны одна обойдется. Итак, друзья, мы начинаем. 2014. Понятно, да? 25 копеек. Я выловил здесь 53 монеты из 500. Да, 500 штук было в мешочке. И вот 53 монеты этого года. Можно выловить хорошие. Вот хорошие. Вот реально хорошие. Сейчас. Конечно, вверху тут ржавчина. Характеристики у них в этом году чуть-чуть другие. Это у нас идет сталь с латунным покрытием. Низкоуглеродистая. Диаметр один и тот же. Единственное, масса чуть-чуть колеблется. Бывает 2,92 грамма, 95 целых. Бывает 3 грамма почти. Культ прористорубчатый. Год скучный. Вообще скучный, скучный. Да безобразие скучный. Все монеты магнитные. Вот смотрим. Опа. Магнитится. Понятно? Магнитится. Видите? Очень быстро ржавеет. Просто раз и все, и заржавели. Значит, по поводу разновидности. Штемпель присвоен был. По каталогу коломиться. 1 ЕБ. М. Гурт мелкий дак. Так. Есть еще наборные монеты этого года. 2014. Они выполнены из алюминиевой бронзы. Качество исполнения. Бриллиант. Uncirculated. То бишь. Proof-like. Таком ужасном качестве. Браки типа вздутия блокировки. Год такой не особо интересный. Монеты в плохом состоянии. Очень быстро гниют. Ржавеют. Поэтому, если хотите купить, покупайте сразу из ролла. Человек в ролле продает. То есть, они там уже вряд ли заржавели. Они были хотя бы упакованы. В качестве Proof-like единственное. Ну, наборная. Она растет медленно, но уверенно. Сейчас можно купить, грубо говоря, там 200 гривен и выше. Вот проходы. И наборы можно купить. Набор 10 тысяч экземпляров. Вот они. Ну, так. Так, продолжаем. 25 копеек в 2015. Друзья. Следующий у нас на обзоре 2015 год. Это, в принципе, последняя монета, которая попалась мне в мешке. В обороте. Да. Ну, и того я выловил здесь из 500 штук. 59 монет. Область обращения мешочек была из города Киев. Сталь покрытая латунью. Давайте получше возьмем. Вот сталь. Вот она притягивается. Все видно. Монеты все магнитные. Потому что решили снизить себестоимость чека. Она уже давно превышала номинал. Уже стала давно невыгодна. Кризис был в 2008-2009. Подорожала медь. Вот это хорошее я возьму себе. Давайте характеристики. Это сталь покрытая латунью. Все повторяется. Масса где-то около 3 грамм. Плюс-минус 0,5. Или там 0,005 грамма. Ну, потому что уже поменялся металл. Другая плотность. Монеты долго, видать, пролежали мешки. Они очень быстро загрязнились. Вряд ли народу такое нравится, когда они все-все прям гнилые. Прям вот все-все-все-все-все-все. Значит, всего одна разновидность. Я думаю так. Можно присвоить такой же штемпель, как в прошлом году. Это штемпель 1ЕБМ. И также известные наборы. Тиражом 10 тысяч экземпляров. Насбанк выпустил. Но там материал не магнитный. Алюминиевая бронза. Качество исполнения proof-like. То есть, улучшенного качества. Можно купить даже отдельно. Кто-то из наборов достал, продает отдельно. В интернете я видел различные браки. Брак не про чекан я видел. Засор штемпеля. Зути блокировки. То есть, для массового тиража это обычное дело. Поэтому ищите только в интернет-магазинах. У коллекционеров. Идемте дальше. Так, друзья. Перед тем, как мы перейдем к таблице. Мы еще обсудим последующие годы. Которые выпускались только наборные монеты. Значит, 2016 год. Национальный банк Украины выпускал только наборные монеты. Или монета в наборах. Качество исполнения proof-like. Регулярного чекана не было. Монеты были выполнены из алюминиевой бронзы. Тираж у них был у этих наборов 10 тысяч экземпляров. В принципе, можно отдельно купить монету. Потому что кто-то изъял из набора. Решил отдельно продать 25 копеек. Нет смысла присваивать разновидность какую-то. Потому что она одна всего лишь наборная. И все. Качество исполнения. Улучшенный чекан. Далее. Значит, монеты не чеканятся. Потому что невыгодно их чеканить. Для обращения. Поскольку себестоимость чекана выросла давно. Уже давно-давно. Переходим в 2018 год. В 2017 году не было никаких нерегулярного чекана. Ни наборных. В 2018 год был последним годом чекана этой монеты. Выпуска этой монеты. Тираж тоже был по стандарту. 10 тысяч экземпляров этих наборов выпущено. Но здесь монета 2018 года. Сталь с покрытой латунью. Низкоуглеродистая сталь. И качество исполнения. Brilliant Uncirculated. То есть наборная. Proof-like. Не будем присваивать никакой разновидности. Она всего лишь в таком виде. Наборная и все. Все. Мы переходим к таблице. Тут говорить уже нечего. Вот мы наконец-то добрались до таблицы нашей статистики. Я вот здесь решил. Всего будет две таблицы. Это первая. Я решил здесь расположить по годам и по встречаемости. Как бы в 2020 году. Хотя мешок был упакован. Запломбирован в городе Киви. Аж в 2016. Но не суть. То есть по годам у нас идет. Вот вторая колонка. И с цифрами это и есть количество на 500 монет. То есть тут так легче будет определить. Единственное еще есть у нас периоды. Под периоды. Что сделано со второго подиума со шестой. Это была монета из латуни. Потом в какой-то период лет 10 была олиминевая бронза. И уже потом сталь покрытая латунью. Если кому-то надо сделать скриншот распечатать. Пожалуйста. Это информация общего пользования. И вот теперь вторая таблица. Здесь я присвоил цену и сделал встречаемость по возрастанию. Цены у нас в последней колонке в гривнах и в сохране uncirculated. То есть в мешковом. Единственное я вынес английский чекан. 92 года 25 копеек. Аж самый низ. Потому что ну так удобно. Потому что это как бы разновидность. Она у нее особенная разновидность. Сами понимаете. И да, действительно она стоит 14 тысяч гривен. То есть в ансе это очень-очень дорого. Что я могу точно сказать. 95 год и 2004. Действительно редкие монеты. Ну допустим 2004 относительно редкая. Она находится на руках сейчас только у коллекционеров. А вот 95 года. Ну по сути тоже у коллекционеров. Хотя ее находили в обороте. И в ансе действительно она стоит 2500 гривен. Это дорого. На ушедший от нас 2020 год. Дальше единственные два года. 94 и 96. Это у них нечастая встречаемость. Вот соответственно 4-5 монет из 500. И соответственно они не так дорого стоят. Но нужно поискать за 80 гривен. Чтобы найти. Остальное вы даже видите. Идут массовые тиражи. Начиная там с 2006 года. Идут массовые тиражи. И то есть они 5 гривен, 3 гривен. Вы сами видите. И вот единственное сам внизу смотрите. 100 гривен стоит 92 года 25 копеек. Почему 100? Потому что монет очень много. И уже времени прошло много. Да. То есть тираж был огромнейший. Но в идеальном состоянии очень тяжелый найти. Поэтому сейчас за 100 гривен вы купите у настоящего нумизмата. Который аккуратный такой. Педантичный. Сложил в капсулу. А потом в холдер. И подписал. Вот тогда и вам повезет. Если вы еще купите ее за 100 гривен. Все. Я закончил. Ставьте лайки. Скриншотите. И до следующих обзоров. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok